Вот один из источников главного ряда Крымских гор. Как раз здесь идёт путь на Долгоруковскую елу. И в небольшой балочке как раз оборудован каптаж источников. Множество водных источников, спрятанных в самых разных и зачастую скрытых от глаз местах полуострова. В горах и долинах, среди лесов, а порой и в степях. Всё это водный мир Крыма. Удивительный и насыщенный. Вот только водный вопрос для полуострова был и остаётся одним из самых острых. Воды то слишком мало, то слишком много. Вот, например, кадры, снятые чуть больше месяца назад. Симферополь после обильных осадков. Впрочем, так же было и в прошлом июне. Носовой прими. А это кардинально противоположная ситуация. 2020 год. Один из самых сложных для полуострова. Причина – серьёзная засуха. Водохранилище обмелели. Воду в дома многих крымчан из-за дефицита подавали по несколько часов в день. Сейчас ситуация с запасами питьевой воды на полуострове стабильная. И, по словам учёных, именно такое затишье – самое время для действий. Прошедшие потопы показали – нужно срочно расчищать русло рек. Однако, по словам экологов, эту работу нужно проводить крайне осторожно и продуманно. После расчистки реки разрушается берег и видим несколько проблем. Во-первых, берег уходит без растительности, которая его не держит. Уменьшается расстояние до дороги и дорога, скорее всего, дальше будет разрушаться. Уменьшается расстояние до домов, что не обеспечивает очистку стоков, которые происходят с территории. Это крымское село с говорящим названием «Заречное». Через него проходит самая длинная на полуострове река Салгир, в русле которой, по словам местных жителей, и была проведена расчистка. Было здесь по пять, по шесть машин. Вывозили грунт из речки, говорили нам, что будет расчищать русло реки. После вот этой чистки стало отламывать берега. Вот эти берега, их таких не было, она была гораздо уже, в два раза. Речка стала в два раза шире, отломила берега вот эти все. Мостик уплыл. Впрочем, именно нерациональное использование и даже неграмотное отношение к источникам полуострова, по словам ученых, впоследствии и приводит к серьезным водным кризисам, а порой и ЧП. А это уже село Перевальное. На территории ландшафтно-рекреационного парка, недалеко от Красных пещер, бурлит река Кизилкабинка. Один из важнейших притоков, наполняющих Симферопольское водохранилище. Здесь измельно русло, тоже собраны наносы, созданы такие ямы. По словам эколога Крымского федерального университета Григория Прокопова, порой, чтобы сохранить водные объекты, важно не вмешиваться в их размеренное течение. Вот это перекрытие русла и застой воды, оно задерживает воду в русле, особенно в засушливый период. Понятно, что из этих образовавшихся водоемов дальше будет браться вода для наполнения прудов, и уже в русло попадать не будет. Все это, по словам ученого, привезет к тому, что вода из реки будет доходить до водохранилища в гораздо меньшем объеме, чем могла бы. Еще одна значимая мера по сохранению любого источника, как говорят эксперты, бережное отношение к его флоре и фауне. Здесь в тени деревьев своя экосистема, которой хорошо и спокойно тысячелетиями, если, конечно, не нарушать ее. В воде и рядом с ней обитают редкие виды насекомых, предпочитающие жить исключительно в реках Крыма. Здесь еще есть не менее пяти видов эндемиков, есть краснокнижные виды. С 2021 года в Крыму стартовала реализация регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» — национального проекта «Экология». Он включает, к примеру, расчистку русел рек и исследование подземных источников. Мы занимаемся мониторингом подземных вод. На мониторинг у нас еще входит мониторинг родников. Это у нас получается в южный берег от Ялты до морского. Тем временем ученые уверены, для того, чтобы водный вопрос действительно решился, необходим комплексный подход и более активные действия. Эта программа в Крыму идет уже не первый год. Какие мероприятия проводятся, кроме расчистки и спрямления русла, которые увидим, какие другие еще мероприятия. То есть позволяют эти мероприятия сохранить экосистему или уникальные виды. Они позволяют сохранить гидрологию реки. Кроме того, по мнению специалистов, необходима более серьезная система наблюдений за источниками. Создание гидрологической сети или возобновление ее сейчас стоит остро перед наукой. То есть прежде чем использовать, нужно хотя бы получить какую-то статистику крымских источников, потому что вся статистика ограничивается гидрогеологией томом 8 СССР, который издан в 70-е годы. Ученые уверены, в Крыму много источников, которые просто недооцениваются. Это источник недалеко от Симферопольского микрорайона «Белая-2». Если присмотреться, то можно увидеть, как вода буквально бьет из-под земли. Сейчас в жару родник дает до 25 литров воды в секунду. И это минимум его возможностей. В период обильных осадков расход воды в этом источнике оценивается от 60 до 100 литров в секунду. Колоссальные возможности подземных вод с стремящимися потоками расходятся по долине. Питают почву и впадают в реку обдалка. Сам же источник облагорожен, есть лестница и место для отдыха в тени. Летом на роднике часто можно встретить купающихся детей. А в любое время года застать водовозку. По словам ее водителя, за водой он приезжает раз в несколько дней. Каждый раз набирает по 5000 литров. То для стройки, то для полива. Для использования этой воды в питьевых целях необходима дополнительная очистка. По словам ученых, ресурсы этого источника подземных вод можно было бы использовать гораздо рациональнее. Среди запасов на полуострове и водоемы, расположенные на частных территориях. На этой частной территории домики и беседки для отдыха, мангальные зоны, бассейн, баня и еще множество развлечений. Но самое сердце базы отдыха – это, пожалуй, вот этот пруд. Сейчас это дом для рыб, черепах и уток. Но в случае острого дефицита воды пруд без труда сможет стать дополнительным источником ценного ресурса. Сейчас вода на этой базе отдыха в Бахчисарайском районе пригодна для использования в хозяйстве. Например, для полива садов. Бассейн разделен на несколько зон. Это зона джепузи, взрослая зона. Отдельно выделена детская зона. А в этом санатории в Валужте решили подойти к использованию ценного ресурса еще более бережно. После реконструкции бассейна тут перешли на водную экономию. Ввели систему вторичной очистки воды. То есть мы воду не сбрасываем в канализацию, мы ее очищаем специальным оборудованием и опять же используем в бассейне. Далее накопительные процедуры провели. Ввели новую систему водоподготовки, водоочистки воды. То есть этой водой мы можем пользоваться не один год. Прошедшие водные кризисы действительно многому научили крымчан. Сейчас санаторно-курортные комплексы имеют запасы воды. В сельском хозяйстве применяется капельное орошение. Используются искусственные и естественные водозаборы. При этом, по словам специалистов, чтобы быть готовым к самым сложным водным кризисам, нужно изменить отношение к природному ресурсу. Приучать детей экономить воду. Во многих странах вода дороже золота. И здесь мы должны понимать, что тот вариант, который был при Советском Союзе, когда заливали все и всех, это, конечно, уже не современная жизнь. Поэтому здесь однозначно и предприятиям, и сельхозпроизводителям, и объектам санаторно-курортного комплекса надо внынять новые технологии. Впрочем, для водной гармонии на полуострове внимание требуется каждому источнику без исключения. Бережное и уважительное отношение. По словам ученых, следует помнить, что природа – основа всему. Важно не только потреблять, но и заботиться в ответ. И лишь в этом случае удастся не доходить до крайностей, борясь то с засухой, то с потопами.